Вулкан Обсудили неймелиса, на очереди потом у нас еще будет Эдельвейс и обязательно сделаем отдельный обзорчик на Хейфен, если я правильно читаю его название, пишите кстати в комментариях как правильно читается название данных танков, дабы я не ударил в грязь лицом. Что касается Вулкана, он крайне красивый, крайне крутой, задиристый и честно говоря очень хотелось бы получить его себе на основной аккаунт. Что касается технических характеристик, здесь все очень скромно и я бы не сказал что он чем-то выдающийся. У него абсолютно не выдающийся альфа в 350 единиц, потому что на седьмом уровне есть тяжелые танки, у которых и побольше будет. У него абсолютно не выдающийся угол склонения орудия вниз, минус 6. При этом всем пробитие 180, что в притирку хватает против семерок, ну а против восьмерок понятное дело неиграбельно. Можно было бы поставить калиброванные снаряды, но тогда мы хороним и без того существенное КД в 11 секунд. При этом всем ДПМ тоже далеко не блещет соответственно и составляет 1900 единиц. Разброс более 0,4, что тоже удручает. Ну и честно говоря время сведения с учетом двух слотов в оборудовании установленной именно на улучшение данного показателя составляет безбожных 5 секунд. Короче говоря внешне тачка очень классная. Ну а что касается играбельности, то реализовать его действительно очень сложно. Что касается бронирования, сейчас его с вами обсудим. Ну а перед этим хочу обратить ваше внимание, а точнее обратиться к вам с просьбой. Помогите мне пересечь мою отметку в 30 тысяч подписчиков. Сейчас 29 900. Буквально 100 человек не хватает для того, чтобы пересечь эту очередную отметку и пойти дальше. Я вам буду безумно благодарен. Порадую вас все новыми и новыми видео, которые кстати ребят разложены в интуитивно понятных плейлистах, в которых разберется даже самый маленький по возрасту ребенок. Все что угодно. Обзоры, новости. Все это выходит своевременно и в большом количестве. Ребят, мне есть чем вас порадовать. Есть чем радовать в будущем. И на канале уже собрано более 1250 видео специально для вас. Заходите, смотрите, получайте удовольствие. Делитесь своим мнением в комментариях. Я надеюсь на вашу поддержку в реализации моей мечты. А именно создать огромный, всем известный, популярный, ну а главное полезный канал с очень полезным контентом. Что касается брони по вулкану. Здесь есть чем танковать. Он действительно неплохо забронирован. Ну и вот эти вот великолепно смотрящиеся в виде, скажем так, разрисованных деталей машины экраны смотрятся просто крутотенно и неплохо помогают от фугасов. Если мы эти экраны снимаем, то видим, что в прямой проекции танк имеет довольно неплохое бронирование, как для семерки. Что касается тех мест, которые оранжевого цвета, то имеют очень крутые скосы, ну и соответственно классную приведенную броню. Короче говоря, танкануть здесь действительно есть чем. Что касается бортов. Не желтые, уже слава богу. Ну и что касается кормы, то здесь, понятное дело, забрасывай не хочу. Поэтому лучше ни в коем случае кормой не поворачиваться. Что касается сравнения с другими танками на уровне. Как я говорил, здесь хвастаться нечем. Есть танки с хуже показателями в чем-то, есть танки лучше показателя имеющие. Короче говоря, здесь не за что прям, знаете, вот так вот зацепиться. И может быть, можно было бы взять его за уши и начать тащить по какому-то показателю в ТТХ. Как типа в этом он действительно силен. Но у него абсолютно средняя скорость. Есть танки, которые двигаются чуть-чуть быстрее. Есть танки, которые двигаются чуть-чуть медленнее. Что касается ДПМа. У кого-то выше, у кого-то ниже. То же самое по пробитию, по альфе. Короче говоря, во всех показателях. Ни вашим, ни нашим, как я люблю говорить. Что касается доходности. 150% это премиумная машина. Но ее покупают за довольно-таки существенные реальные деньги. Не для того, чтобы на ней фармить себе серебро. Эти люди могут позволить себе просто серебро купить. В составе каких-нибудь наборов. Или даже отдельно. Если вдруг прям сильно надо будет. Что касается процента по победам. Просто бешеные 61%, которые не повторяются. И здесь можно было бы сказать, что в этом круть машины. Но стоит обратить внимание, что играли на данной тачке всего лишь 7 человек за последнее время. Ну и скорее всего, именно в этом залог успеха в отношении 61% по процентам побед. Вот так вот получается по ТТХ, что вроде бы и сказать что-то хотелось бы. А с другой стороны и сказать. Особо-то и нечего. Короче говоря, остается надеяться только на великолепный внешний вид. Который позволит мне круто выделиться в бою. В который мы с вами, ребята, и отправляемся. Ну что, друзья, поехали. И, честно говоря, с картой прям вот совсем не повезло. С одной стороны повезло, что нет против нас восьмерок. А с другой стороны карта такая, на которой, ну прям совсем не поедешь на СТшке. Потому что не хватает угла склонения, чтобы на мосту отыгрывать. Под мостом там разобрать довольно-таки просто могут. Ну а что касается города и, в частности, парка. То здесь тоже необходимо выцеливать на средних расстояниях. А у нас крайне долгое время сведения. И разброс тоже оставляет желать лучшего. Но в любом случае, ребят, я самый козырный, самый крутой и самый красивый в этом бою. Это уж однозначно. Именно из-за этого все эти машины и покупались игроками. Не для того, чтобы здесь нагибать. Не для того, чтобы прям, не знаю, там, звезды с неба срывать. А просто для того, чтобы покрасоваться. Просто для того, чтобы почувствовать себя абсолютно не таким, как все остальные. Без каких-либо печалей. Сейчас Магнейт закидывает мне в Бортину. Ну а я при этом его, как вы видите, не пробиваю. Все это связано с тем, что круг разброса крайне огромен. А снаряды летят не обязательно в центр прицела. Ну и, соответственно, таким образом прилетела к Магнейту в единственное, наверное, забронированное место. Ну и, соответственно, не дала каких-то результатов. Благо, Бортину подставил. Взял с меня пример. Все-таки я очень хороший пример для подражания. Но вообще, если серьезно, ребят, наверное, не стоит с меня брать пример в отношении того, как надо играть. Потому что я не настолько крутой танкист, чтобы с меня там пример брать. И, соответственно, я никогда в связи с этим никого не учу играть. И считаю, что это вообще дохлый номер. Кого-то учить играть в танки. Кто к этому талант имеет, тот научится. Кто не имеет, тот будет играть просто так, как он играет. И относитесь к этому с определенной долей терпимости. Ну что, едем дальше. Что касается подвижности. Ну, в целом, хватает нормально. Да, чувствуешь себя немножко более вялым, нежели некоторые другие танки в игре. Но, в целом, это не сильно мешает. Я лично, вот если говорить о результативности, отдал бы предпочтение нейм-элису. Если я правильно произношу, в отношении того, что эта машина может сделать забой в ваших руках. Там, даже если вы не сильно хорошо играете, у вас будут плюс-минус нормальные результаты. А вот что касается вот этого товарища. Ну, я бы не сказал, что прям каждый игрок сможет реализовать тот небольшой потенциал, который машина имеет. Но то, что вы будете выделяться в толпе, это однозначно. Тут прям, не знаю, ни одна машина, мне кажется, на седьмом уровне не может прям в прямую соперничать с нашим героем. Он действительно прям супер козырно выглядит. Что касается вот этих вот фальш-панелей. Я несколько раз встречал... Сейчас, секундочку, ребят. Подкачусь. Я несколько раз встречал данную тачку в виде своего соперника. И скажу вам откровенно, когда он играет обратным ромбом и выставляет вот так вот свою бортину, то угадать, где ты его сможешь пробить, а где нет, конкретно по бортам, очень-очень сложно. То есть вот эти вот экраны, они действительно способствуют введению в заблуждение игроков. Но тут все тоже очень ситуативно. В зависимости от того, насколько вам повезет выбрать правильный угол так, чтобы вас не пробили. Так или иначе, на подобных машинах заходят в бой, возможно, даже не всегда исключительно ради победы, а еще просто для того, чтобы пофаниться и получить какое-то моральное удовлетворение. И даже если ты не делаешь за бой прям огромного количества урона какого-то, то все равно это удовлетворение ты однозначно получаешь. Погоняем сейчас АМХ. Не знаю, смогу его догнать или нет своим снарядом. Ну, попытаюсь, по крайней мере. А! Не хватило! Блин, надо было адреналин подключать. Да, хорошая мысль. Она, к сожалению, приходит не всегда вовремя. Переключаемся на фугас. Хотя я думаю, что Хиллкет сейчас его доберет. Все. На этом бой, ребята, кончен. Победа. Победа. И на нашем счету есть один фраг. Что я лично считаю, ну, плюс-минус неплохим результатом. Мог еще АМХ-а добрать. Опять-таки, к сожалению, не подумал включить адреналин. Да, бывает такое. Думал, что успею перезарядиться и без того. Что касается нашей результативности по настрелу. 2385 единиц я считаю вполне себе нормальным результатом для подобной семерки. Один уничтоженный соперник. Что касается фарма. Как я говорил, фармер. Он так себе, 150% доходности. И машина не предназначена для фарма однозначно. И покупать ее ради того, чтобы серебро зарабатывать, это глупая затея. Без прем-аккаунта было бы, грубо говоря, 30 тысяч. Что касается нашей результативности в разрезе команды, то, согласитесь, неплохо, но не идеально. Второе место. Сейчас обязательно похвалим наших союзников за то, что они составили нам просто великолепную компанию в этом бою. От которого у меня осталось исключительно позитивное впечатление. И такое, знаете, говорят, осадок это плохо. Но иногда осадок бывает тоже хорошим. Так вот, у меня очень такой, знаете, бодрый, приятный осадочек остался после этого боя. Мне лично зашло на все 200. Что касается самой машины. Ее, безусловно, необходимо покупать наряду и со всеми другими машинами Хроник Валькирии. Исключительно тем ребятам, которые являются коллекционерами. Ну и, соответственно, могут себе позволить такой довольно-таки недешевый понт. Как я говорю, хороший понт дороже автомата. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вы, друзья мои, подписывайтесь на канал. Помогите пересечь отметку в 300. Да, если бы 300. В 30 тысяч. Хотя, мои слова, да богу выше. Может, это оговорка по Фрейду была. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.